У остановки Портовая столкнулись машина-такси и автомобиль беременной Хабаровчанки. Женщине, ехавшей в Ниссане Тииде, помощь врачей не понадобилась. К медикам обратилась пассажир Митсубиши Лансера. Она ехала в иномарке вместе с другой девушкой. В момент аварии сидящая сзади клиентка ударилась головой о спинку переднего кресла. Специально вызывать на перекресток скорую помощь было не нужно. Раненую осмотрела бригада, проезжавшая мимо. Но и они задерживаться на месте не стали. Травма никакой опасности не представляла, поэтому женщину в скором времени отпустили. Домой ей пришлось идти пешком. До конечного пункта таксист не довез своих пассажиров несколько сотен метров. Путь лежал из центра города на улицу Промышленную. Оставалось всего-то преодолеть один левый поворот. Шофер Лансера с этой задачей не справился, но винил во всем представительницу слабого пола. Мы за потоком машин поехали все вместе. Все вместе поехали и она уезжает. То есть одна машина успела проехать, а она на меня нет. Ну, сейчас будем смотреть, кто из нас на красный ехал. Надежды 23-летний хабаровчанин возлагал на запись видеорегистратора из ТИИДы. Но встряска привела к сбою в портативной камере, поэтому нужный файл не сохранился. Просмотреть видеодоказательства все-таки удалось. Записывающее устройство было в машине очевидца. Он выезжал с улицы Промышленной и находился прямо напротив точки удара. Чтобы понять, что к чему на записи не лучшего качества, просмотреть файл пришлось несколько раз. Ключевые детали можно разобрать. Начинает мигать зеленый свет, водители приступают к левому повороту. В этом потоке движется и Митсубиши. Удар происходит во время включения желтой секции. Запрещающий сигнал загорается через 3 секунды после столкновения. В отличие от своего оппонента, автолюбительница, произошедшая, помнила до мелочей. И даже пыталась уйти от удара. Если водитель седана, совершивший неосторожный маневр, не признает свою вину, роли участников распределят в отделе дознания. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Антон Индыченко.